Приветствую вас, и вы знаете, бороться не нужно, вот серьезно, не нужно бороться. Если вы чувствуете, что интроверсия вам вредит по той или иной причине, то лучше будет разобраться с тем, как именно она вам вредит. Лучше будет разобраться с тем, насколько серьезен вред, в чем он проявляется, этот вред, и как вы можете его... Ну, то есть, вред, да? Как вы можете этот вред нивелировать для себя? То есть, интроверсия это одна из черт личности. И я бы сказал, что отказываться от нее сразу нельзя. Ну, просто потому, что это вы. Бороться с этим, то бишь, подавлять это, так же весьма, весьма негативно. Нужно, чтобы вы увидели сами, в чем заключается противоречие. Нужно, чтобы вы увидели, чем вас не устраивает текущая степень, текущий уровень интроверсии. И куда, в какую сторону, как вы хотели бы это изменить. Вот тогда, тогда уже можно будет работать. Понимаете? То есть, если вам не комфортно, если вам не комфортно, если вам, там, грубо говоря, тяжело, да? Или что-то еще, то с этим можно и нужно работать. С вашим дискомфортом, с вашим, с вашим, ну, с тем, что вам, ну, неприятно, да, и так далее. С этим можно работать. С этим нужно работать. Но это не значит, что вы должны отказаться от себя, как от личности. Где-то, возможно, вам нужно стать более, ну, более откровенным, да, более активным. Где-то вам, возможно, нужно стать более, ну, более таким легким, да. Потому что интроверсивный человек, он такой достаточно тяжелый. Но это все проистекает исключительно из ваших желаний, скорее. Это не проистекает из нужды, из чего-то еще. Поэтому учитывайте, пожалуйста, данный аспект. Обязательно учитывайте данный аспект, ибо без него вы превратитесь просто в заложника своих собственных желаний и запросов, возможно. То есть ничего хорошего в этом не будет. То есть, эээ, сцен. Интроверсии бороться не нужно. Ее нужно раскрывать. Да, например. Вам действительно комфортно находиться, ну, вот комфортно быть тем, кто вы есть. Или вам все-таки больше нужна, ну, вот ваша модель поведения нужна вам больше для того, чтобы себя защищать от чего-то. Возможно так, а возможно нет. Подумайте. Вольны ли вы, то есть свободны ли вы в своем выборе, свободны ли вы в том, что делаете? То есть, грубо говоря, грубо говоря, можете ли вы этим управлять? Если управлять вы этим не можете, а скорее всего именно так складывается история, что вы не можете управлять этим. Что нужно посмотреть, а чем обусловлена ваша несвобода? Где вы чувствуете себя принужденным? Где вы чувствуете себя зависимым? Где вы чувствуете себя несвободным? И дальше уже определить, что и как с этим делать. Понимаете? То есть, бороться, на борьбу всегда уходит очень много сил, на борьбу всегда уходит очень много энергии, на борьбу всегда тратится огромное количество ресурсов. Поверьте мне, никому от этого лучше не станет никогда. Поэтому я надеюсь, что вы сделаете выводы, смягчите немножко свою позицию и выберите для себя эксперта, с которым бы вы смогли проработать данные проблемы и действительно изменить свою жизнь. Да, то есть изменить ее не в том смысле, что полностью перелопатить, перекроете, перекроете и так далее, а именно скорректировать так, чтобы вам было комфортно, но при этом вы чтобы не потеряли самого себя. Ничего хорошего вам не будет, если вы самого себя потеряете. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.